Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 44 зараженных за выходные. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? COVID-19 у детей. Как болеют маленькие пациенты и как предупредить заболевание? Выбор за вами. Саровчан приглашают принять участие в голосовании в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Далее расскажем обо всем подробно. В минувшие выходные американские власти сообщили о рекордном приросте заболевших за сутки. Сплет заражаемости коронавирусом был зафиксирован в трех штатах – Флориде, Аризоне и Неваде. Общее число заболевших США превысило 2,5 миллиона. Соединенные Штаты по-прежнему остаются мощным очагом распространения инфекции. С начала эпидемии на территории страны были инфицированы более 2,5 миллионов человек. На втором месте – Бразилия, на третьем – Россия. За последние сутки коронавирусом нового типа в мире заболели еще 189 тысяч человек. Скончались 4612 пациентов с COVID-19. В нашей стране с нарастающим итогом зарегистрировано более 640 тысяч случаев COVID-19 во всех регионах страны. За последние сутки выявили свыше 6700 заболевших коронавирусной инфекцией. 32% от общего числа зараженных не имели клинических проявлений болезни. За весь период пандемии выздоровели 403 тысячи россиян, умерли 9166 пациентов. В Нижегородской области 62% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона, а это более 10,5 тысяч человек, выздоровели. За последние сутки подтвердились еще 218 случаев заражения. Общее число заболевших достигло 17278 человек. Более 4800 человек находятся на амбулаторном лечении. Болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. В Нижегородской области в скором времени могут открыться бассейны для спортсменов. Об этом Глеб Никитин сообщил в Инстаграм в ответ на вопрос подписчицы. Глава региона выложил в социальной сети фотографию, на которой его сын хвалится пойманным накануне судаком. В комментарии к посту одна из подписчиц задала губернатору вопрос, когда откроются бассейны для юных пловцов. Глава региона ответил, что уже готовятся соответствующие изменения в указ. Напомним, профессиональные спортсмены возобновили свои тренировки с конца мая. Бассейны и фитнес-клубы для непрофессиональных спортсменов пока закрыты. Возобновить свою работу они смогут только на третьем этапе снятия ограничений. В Сарове с начала пандемии зафиксировано 513 случаев заражения. 189 человек выздоровели. В стационарах лечится 41 саровчанин. Из них 29 госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. В Приволжском окружном медицинском центре находится 8. 4 лечатся в 23-й инфекционной больнице Нижнего Новгорода. Состояние троих пациентов медики оценивают как тяжелое. Если бы кто-то из вас видел этих тяжелых, то и одного бы вполне хватило. То есть, конечно, понятно, что тяжелее болеют лица с сопутствующими заболеваниями. Конечно, понятно, что это лица с так или иначе ослабленным иммунитетом. Но, поверьте мне, один раз увидеть такого тяжелого больного, и вы будете несколько скромнее себя вести и не так будете активно пропагандировать большие встречи. Между тем, установившаяся жаркая погода позволяет находиться на улице без масок при условии соблюдения социальной дистанции. Это связано с благотворным влиянием на здоровье человека ультрафиолетовых лучей. А в помещениях, в офисах, там, где люди вынуждены находиться на близком расстоянии, нужно надевать средства индивидуальной защиты. Есть совершенно четкие критерии. Расстояние меньше полутора метров. Работа в одном помещении, особенно когда там нет активного обмена воздухом, обязательно требует ношения маски. На карантине под наблюдением остается 231 человек. В Нижегородской области закрытыми на карантин остаются три населенных пункта Диевеева, Кулебаки и Палова. Тем, кто выезжает в другие регионы, рекомендуют заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией. За три месяца количество детей, зараженных коронавирусной инфекцией в Сарове, увеличилось в разы. На конец июня зарегистрировано более 60 случаев заражения юных саровчан. Более 70 числятся в списке контактных. О том, как протекает болезнь у детей и на что стоит обратить особое внимание, расскажем в следующем репортаже. Дети не менее подвержены ковиду-19, чем взрослые. С начала пандемии в Сарове зафиксировали более 60 случаев заболевания у маленьких пациентов. По данным на 29 июня 73 ребенка находятся в списке контактных. Чаще всего болезнь протекает в легкой форме, без госпитализации. Тем не менее, это не исключает и тяжелого течения заболевания, и в Российской Федерации зарегистрированы и летальные исходы. Клиническая картина проявлений у детей, она очень-очень скудная. В основном проявляется либо какой-то температурной реакцией от софибрильной, эпизоды до 38-39 и легкими катаральными явлениями. В виде першения в горле, боль при глотании и легкие проявления насморка. Эпизодически у подростков могут быть жалобы на нарушение обоняния. Во многих случаях болезнь протекает бессимптомно. Врачи выявляют коронавирус у ребенка по обследованию в рамках контактов в семье и детских садах. Если раньше в апреле месяце у нас функционировал один детский сад с дежурными группами, то вот буквально в мае и в июне месяце дежурных групп стало значительно больше, и они работают при всех практически детских организованных дошкольных учреждениях. В связи с этим в этих учреждениях болеет и персонал, и дети также становятся контактными и по контактам обследуются. Основными методами профилактики вирусных заболеваний считаются вакцинация и соблюдение масочного режима. Прививки от ковида пока не делают. Препарат тестируют на добровольцах в научных институтах. В общественных местах надевать маску нужно как взрослым, так и детям. Маска должна закрывать всю поверхность лица, и маска должна меняться каждые два часа. Потому что через два часа она потеряет свою эффективность. Она увлажняется, барьерная функция нарушается, и она сама становится инфицированным агентом. Важно тщательно мыть руки, обрабатывать продукты и упаковки из магазина. Мобильные телефоны, дверные ручки и домашние поверхности, которых касаетесь чаще всего. Вирус на них сохраняется в течение 72 часов. Зная основные методы его передачи и соблюдая меры профилактики заражения, можно обезопасить себя и своего ребенка. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. И номинируется от России для участия в европейском конкурсе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июля в Нижегородской области вырастут тарифы на электроэнергию. Как сообщили в региональной службе по тарифам, индексация составит 3,5%. Одноставочный тариф для жителей муниципалитетов, которые проживают в квартирах и частных домах с газовыми плитами, вырастет до 3 рублей 84 копеек за киловатт-час. Этот тариф будет действовать на электроэнергию, потребленную в пределах социальной нормы. Электроэнергия, которую нижегородцы потратят в сверхсоциальной норме, будет стоить 6 рублей 84 копейки за киловатт-час. В Нижегородской области начала работу горячая телефонная линия по вопросам занятости. Звонки будут принимать до 19 июля по номеру 8 831 234 07 27. Специалисты областного управления по труду и занятости населения расскажут о том, как подать документы через портал «Работа в России», насколько увеличилось максимальное пособие по безработице, что такое областные компенсационные выплаты безработным, а также ответят на другие интересующие граждан вопросы. Автовладельцам напоминают, что до 30 сентября они могут приобретать полис ОСАГО без предоставления диагностических карт, с обязательным условием донести этот документ страховщику в течение месяца после снятия ограничительных мер. При необходимости правительство может еще отодвинуть этот срок, но не более чем на 90 дней. До 6 июля соровщане могут выбрать территорию, которую в 2021 году благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. На выборы горожанам представлены три объекта. Проголосовать за один или два из них можно до 6 июля через интернет. Сделать это очно можно 1 июля. Подробности смотрите далее. Новая детская площадка, обустроенная набережная и прогулочная зона. Все это может появиться возле пруда Боровое. За благоустройство этого объекта можно проголосовать в рамках программы формирования комфортной городской среды. Другие две территории, которые вынесены на голосование – бульвар Микроюнь 15 и детский парк на улице Сосина. На них выделено очень серьезное федеральное финансирование, очень серьезное региональное финансирование. Голосование идет уже с 23 июня и будет продолжаться по 6 июля. Это заочно можно проголосовать все эти дни на сайте «Голос за». Там ведь вся процедура прописана. А очно можно проголосовать вот на этом избирательном участке, либо на тех, куда пойдут по другим округам люди голосовать, 1 июля с 8 до 18.00. От количества голосов будет зависеть в том числе и объем финансирования, который выделит Сарова на благоустройство по программе. Предыдущие подобные голосования, когда жители сами выбирали, куда потратить деньги, вызвали активный отклик у горожан. В прошлом году таким образом саровчане решили, что на детские площадки в детских садах надо направить 25 миллионов. И второй момент. Более 10 тысяч наших граждан проголосовало за благоустройство левого берега реки Сатис. Это от Маслихинского моста до Нового моста. Это тоже деньги выделены, они уже есть в бюджете. Отдать свой голос можно за один или два объекта. Территорию победивших в голосовании благоустроят в 2021 году. Перед началом работ пройдут общественные обсуждения. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. ДТП на тротуаре. Виновник аварии скрылся. Сотрудники полиции разыскивают велосипедиста, который сшиб пешехода. Авария произошла на тротуаре. В результате столкновения женщина получила ушибы и ссадины. Велосипедист с места происшествия уехал. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. За минувшую неделю на дорогах города произошло 8 ДТП. В одном пострадали люди. На улице Балыковской водитель опелянта разбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил сотрясение головного мозга, ссадины левого бедра, локтя и голени. Водитель 48-го года рождения уже и реакция не то, и может быть и сердечко. По данному факту было возбуждено административное расследование. По его результатам будут приняты законные процессуальные решения. На улице Садовой водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту. В результате ДТП пострадали транспортные средства. Пострадавших нет. Водитель мотоцикла не имел права на управление транспортным средством данной категории. Категория А. По словам Александра Косенкова, в этом месяце произошло уже 4 аварии с участием мотоциклистов. И, как правило, водители двухколесных коней в этих случаях были пьяны. Так, на улице строителя Захарова выпивший мужчина не справился с управлением мотоцикла и въехал в припаркованный автомобиль. Водитель повторно сел за руль пьяным, и теперь ему грозит уголовная ответственность. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Многие саровчане считают родной город тихим и спокойным, так как происшествий криминального характера здесь фиксируется относительно мало. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом, как они оценивают уровень преступности в Сарове. Пункты «Уровень преступности снизился» и «Уровень преступности вырос» набрали почти равное количество голосов – 22 и 24% соответственно. Более половины участников опроса затруднились с ответом, так как за новостями города не следят. К другим новостям. В преддверии Дня семьи, любви и верности в Молодежном центре стартал фотоконкурс «Семейный подряд». Жителям города предлагают запечатлеть на снимках совместный досуг, проявить творческие способности и побороться за победу в пяти номинациях. О том, кто может стать участниками и сроках проведения конкурса, расскажем в следующем репортаже. В конкурсе «Семейный подряд» могут принять участие абсолютно все семьи Сарова – и молодожены, и люди, которые прожили долго в браке, и семьи с детьми, и те, кто только ожидает пополнения. Все, что нужно сделать, это выложить фотографию на своей страничке в социальной сети ВКонтакте, главное, чтобы страничка была открыта, и указать хэштеги. Хэштег «Молодежный центр Саров» и хэштег «Семейный подряд». Нужно подписать фотографию, написать фамилию семьи участницы. Горожанам предлагают на выбор пять номинаций. Каждая из них отражает одну из граней взаимоотношений в семье. Например, «Карусель» – это совместные фотосемейства с многочисленными родственниками, посиделки, эксперименты на кухне или праздничное застолье. Номинация «Семейное прибавление». Это могут быть фотографии, где запечатлена встреча малыша из родильного дома. Вся семья встречает новорожденного малыша. Организаторы не забыли и про здоровый образ жизни. Номинация «Семейный спортотряд» для тех, кто не представляет своей жизни без физкультуры и зарядки. Причем на снимке спортом должны заниматься все члены семьи. Еще одна номинация «Акварель» придется по душе малышам. На снимке нужно запечатлеть картины, нарисованные с помощью отпечатков ладошек взрослых и детей. Фотографии нужно разместить в социальной сети ВКонтакте не позднее 5 июля. Потом начнет работать жюри. 8 июля они выберут победителей в каждой номинации. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана «Прайм». Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru Редактор субтитров А.Семкин